Всем здравствуйте и добро пожаловать на мой канал! Сегодня у нас в обзоре эксклюзивная линейка от Chanel. У меня имеются 4 аромата из эксклюзивной коллекции. Это Chanel Beige, Cicamore 1932 и Cormandale. Эти у меня в версии малышек, а Beige у меня в размере 75 мл. Вот, пожалуй, начну с этого аромата Beige. У них такое стандартное оформление. У всей линейки от Chanel эксклюзивной, только на подложке, тут указывается, что это, например, Beige. Я считаю, что это эксклюзивная линейка от Chanel, она самая удачная в современном мире, как бы парфюмерии, то есть этих всех люксовых брендов. Например, с ароматами от Dior у меня так. Половина мне нравится, половина мне... Ну, я как-то ровно дышу к тем ароматам. Ну, аналогичная ситуация, например, с эксклюзивной линейкой от Carolina Herrera. То же самое, например, с линейкой Givenchy. Но я очень-очень люблю эксклюзивную линейку от Chanel. Мне кажется, что они очень-очень женственные. Многие из них... И во многих из них есть такая изюминка. Поэтому единственный аромат, который мне пока что не угодил, это Chanel Boy. Я пробовала в прошлом году, когда только он вышел. Я считаю, что Chanel Boy был бы последним в моем виш-листе, что я хотела бы приобрести из эксклюзивной линейки. Приступаем. Приступаем. Это аромат beige. Аромат олицетворения истинной женщины. Аромат очень женственный. Аромат такой... Аромат чистоты, нежности. Chanel beige, мне кажется, что это такая уходовая парфюмерия. Может быть, такое выражение вообще не существует, но в моем понимании уходовая парфюмерия, это когда вы, например, покупаете какие-то крема, вы наносите эти крема, и вы чувствуете себя более ухоженной, более молодой, более такой счастливой, уверенной. То же самое вот с этим ароматом beige. Мне кажется, что вот вы наносите этот beige, и вы просто молодеете у себя на глазах. Потому что аромат, он сразу вас окутывает таким вот очень благородным шлейфом. аромат очень цветочный, такой... В нем доминируют белые цветы, но основные нотки у нас это франжипани, цветок франжипани и мед. Но еще фрезия. То есть аромат построен на нотках как бы белых цветов и дополнен медовой ноткой. Но мед в этом аромате не тягучий, это не сладкий какой-то приторный мед, а просто намек на вот медовучесть в этом аромате. Очень, очень нравится, очень такой деликатный аромат. Конечно же, вся линейка от Chanel Exclusive, она такая деликатная. То есть стойкость зрения у ароматов. Аромат очень красивый. Вот именно есть на свете ароматы, которых можно называть красивыми. Вот к этому числу, к этому списку относится аромат Beige. Очень люблю, очень советую. Этот аромат вне моды. Этот аромат не старческий, не альдегидный, никакой не ретро. Этот аромат очень такой и девчачий, и он угодит всем. Beige очень классный, очень люблю и советую вам даже приглядеться к этому аромату. Он, в принципе, один из самых популярных у Chanel Exclusive. Дальше хочу начать с аромата Coromandel. Coromandel у меня входит в топ-тройку моих самых любимых ароматов от Chanel Exclusive. Ну, а моим самым, самым любимым является аромат Jersey. Этот аромат я просто обожаю. И расскажу тоже про аромат Jersey. И еще хочу вам дать такую полезную информацию. Если вы собираетесь покупать какой-либо флакон, такой полноразмерный, вам продавец, в принципе, должен бесплатно дать еще в подарок такую малышку. Если еще ваш продавец окажется супердобрым человеком, то можете еще-то получить два этих сэмпла. Это даже не сэмпл, а просто вот такая мини-версия от Chanel. Chanel, кстати, выпустил сейчас вот эти вот малышки в большой коробочке, в которой содержатся все эти сэмплы. То есть можете даже заказать на официальном сайте. Коромандель. Коромандель, этот аромат мне нравится очень и очень. Этот аромат у меня тоже входит в топ-тройку, потому что, ну, я думаю, что этот аромат нравится очень многим, потому что аромат очень необычный, и раскрытие аромата очень и очень красивое. В этом аромате доминируют нотки почули, бензоин, но главное тут еще содержится белый шоколад, древесные нотки и кучу-кучу разных цветочных нот, разных цитрусовых нот. Аромат имеет просто бесподобную, очень-очень богатую пирамиду. И ладан имеется на базе, где-то вот ладан иногда всплывает, но все очень деликатно, очень в шанелевском формате. Аромат имеет тоже такую среднюю стойкость. Я считаю, что вся вообще линейка у шанель, она бесподобная. Карамандель, мне кажется, что подойдет как мужчинам, так и для женщинам. Нет такой вот грани с этим ароматом, нет каких-то вот определенных нот, которые могут смущать вас. То есть, если бейш, я все-таки вижу этот аромат исключительно на женщинах, то Карамандель могут носить спокойно и женщины, и мужчины. Очень советую, вообще, если вы не знакомы с эксклюзивной линейкой от Шанель, очень советую начать вообще знакомство с аромата Карамандель, потому что он мне очень-очень-очень нравится. Очень классный аромат. Дальше у нас идет аромат Сикамор. Это тоже у меня в версии малышки. Вот этот аромат, он такой вот, как вам сказать, этот аромат более свежий, нежели все предыдущие три аромата. Сикамор имеет очень ярко выраженную нотку ветивера. Но вот я очень явно еще чувствую какие-то вот нотки мускатного ореха, но, опять же, этих нот здесь нету, но аромат очень такой древесный. В этом аромате есть много деревяшек, есть кипарис, табак есть в составе, и альдегидные нотки есть, и цветы, и перец имеется в составе. Аромат с очень богатой пирамидой, но я считаю, что Сикамор больше дополняет мужчину, нежели женщину. Хотя, опять же, тут не ярко выраженная такая вот нотка ветивера. То есть, если вы носитель мужских ароматов или ароматов, которые имеют намек на мужской аромат, то, в принципе, этот аромат вас абсолютно не должен смущать. Если вы предпочитаете исключительно женский аромат, и у вас в коллекции имеются исключительно какие-то женственные, женские ароматы, то, скорее всего, Сикамор может вас немножечко смутить, Сикамор может вам немножечко не подойти. Но Сикамор мне нравится тем, что аромат очень интересное раскрытие, аромат раскрывается и играет разными нотками. Мне, вот Сикамор, у меня очень много таких мультигендерных ароматов в коллекции, поэтому Сикамор мне очень нравится, очень мне угождает этот аромат. И я, в принципе, ничего негативного или вообще такого плохого про этот аромат сказать, даже заикнуться не могу, потому что, ну, мне нравится. Мне нравится эксклюзивность этого аромата, потому что он не похож ни на что. Классный аромат, вот советую, вот просто познакомиться. И завершающим у нас сегодня ароматом идет аромат 1932. 1932, это аромат, наверное, больше пойдет под линейку, вот под такую линейку, как бэш, потому что аромат тоже очень цветочный, в котором доминируют белые цветы. Аромат очень женственный, очень такой красивый. Аромат вам просто даст столько мотивации. Вот если вы, если вы так же сходите с ума от ароматов, как я, и находите какую-то музу, мотивацию от ароматов, вот 1932 вам даст целый мешок вот этой вот музы. Аромат очень красивый. И сейчас вам укажу основные нотки в этом аромате. Основными нотками в этом аромате доминирует жасмин. Жасмин приправлен фруктовыми нотками, а именно это куруша и грейпфрут. Но помимо вот этих вот фруктово-цветочных нот, в этом аромате есть еще альдегидные нотки. Они очень отдаленно как-то, наверное, даже не ощущаются, просто альдегидная нотка, она не ярко как бы выражена, как в аромате Шанель номер 5. Но вот эта альдегидная нотка, она придает аутентичность этому аромату в формате Шанель. То есть вы сразу можете уловить у носителя этого аромата, что вот человек носит Шанель. То есть вот эта вот нотка, она в принципе всплывает периодически. Но еще в этом аромате, конечно же, ирис придает такую некую пудровость, не такую прям сумасшедшую пудровость, это не пудровый аромат на мой вкус, это более такой цветочно-фруктовый аромат. Но ирис просто, так скажем, делает дополнительный штрих в этом аромате. Аромат очень женственный, очень красивый. И опять же, я не вижу этот аромат на мужчинах. Я считаю, что 1932, это исключительно женский аромат. Вот. Все эти четыре аромата, они у меня в любимчиках. Я просто обожаю. Я очень люблю Джерси, как я уже отметила. И я очень люблю еще ароматы Мизия, Гартения. Вот я считаю, что этот аромат просто must-have для ценителей селективной и нишевой парфюмерии. На этом я с вами хочу попрощаться. Я надеюсь, что мой обзор вообще чем-то был для вас полезным. И увидимся обязательно в моих следующих видео. Желаю вам отличного дня. Пока! Пока!